Алло. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте, Тамара. Кто это? Жваченко Валерий Альбертович беспокоит. Я по поводу квартиры. Слышал, вы квартиру ищите? Да. Вот, я квартиру как раз вот сдаю. Времени. Вот, как раз квартира освободилась. Вот, в районе Челя. Челя вас интересует, нет? А откуда вы узнали? Да вот, сказали, через знакомых. Просто набрал вас. Вот, квартира как раз ищите, думаю, может, заинтересует. Ну, давайте. Я ваш телефон не вижу. Написано с конношута. Как не видите? Не высветился? Написано с конношута. Нет номера. С конношута? Да. А, ну, это я из офиса. Звоню просто, наверное, городскую не определяют вас. Какой оператор? У меня. Такой винт. А, винт, да? Да. А, ну, понятно. Винт плохо работает у нас. Ну, я понял. Значит, ну, насчет квартиры, вот, времени, да, вот, есть в районе Челя. Сколько метров сюда квартира? У меня здесь прям порядочная такая квартира, но 400 евро в месяц. Да, а сколько комнат? Комнат у меня? Четыре комнаты. И твой человек мало 400 евро? Ну, потому что она у меня возле кладбища. А где там, Владимир Владимирович? Прямо около церкви? Ну, да. Прямо вот рядышком, около церкви, да. А на каком этаже? На втором. Да. Ну, давайте вы мне завтра позвоните. Я же увидела с телефоном, поговорим. Да, да. Где-то примерно в районе обеда. С утра я повезу меня тут в аппунтаменте. А, аппунтаменте. Ну, я понял, да. Да, я сам итальянец, просто, ну, тоже русский, я понимаю, вот все эти языки, да. Я просто здесь занимаюсь. Я вас понял прекрасно. Просто, Тамара, вы меня поймите, там еще есть один такой момент, да. Канализация не работает, и каловые массы иногда попадают в квартиру, то есть брызгают. Хорошо. Почему? Ну, так вот, здесь устроено итальянское, скажем, коммуника. Вы что, меняете на мной? Вы посмейтесь, пожалуйста, я не понял вас. Так а почему они, это, там нужно вызывать машину, чтобы прочистили? Да, не, машина не нужна, там просто нужно, ну, вот они не всегда брызгают. То есть иногда раз, и бывает чвырк, и вот там вытереть, и все. То есть как это они? А вообще все остальное проходит, бумага? Да, да, бумага, все проходит абсолютно, то есть просто не работает канализация, понимаете? То есть, ну, обратка идет, обратный ход, так называемый у нас. По-итальянски, ла мера курба называется, понимаете, да? Вот. А кто там жил до этого? Жил там до этого мой сын. Сын мой жил. Сейчас он уехал в Америку, да, ну, беженец, он беженец себе оформился, как беженец, убежал, потому что... А вы с Украины, да? Я, не, я нормальный. В смысле? Нет, я, я оттуда, я русский. Да? Да. Ну, так что, вас интересует вообще, ну, касательно... Интересует, я могу посмотреть, так вот, давайте завтра мы созвонимся, спокойно, вы мне позвоните, где-то примерно часов, может быть, 12. Да, я понял, Тамара, 12, да, по итальянскому, по итальянскому времени, или по нормальному. По итальянскому, а вы откуда звоните? Я из Италии, просто живу по московскому времени, да я вас понял. Что ты по московскому? Да, 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 так просто Москву люблю, ну, я вас понял, ну, а что вообще в целом, как вам в Италии? Давно в Италии? Ну, что, давно, да. Сколько уже лет? 35 лет. А, 35 лет, ну, это прекрасно, я сам уже лет 30 в Италии, вот, ну, как говорится, русский язык все равно лучше знаю, вот, значит, вы сами-то откуда переехали? Я из Питера. А, из Питера, ну, я слышу что-то родное, я сам из Москвы. Ну, я родился в Сибири, вообще-то. А, Сибиря, я понял, я на Урале был, а-то еще дальше, это прекрасно. Ну, вот сразу, да, вы на Сибири. Ну, я, а, Сибиряк, я понял, да, у меня тоже были поездки в Сибирь, по бизнесу у нас там мы делали эти нефтяные скважины, ну, ставили, да, мурманские. Ой, кошмар, это не Сибирь, это север. Ну, какая разница, туда холода. Северо-завтра, извините. Да, да, туда именно, вот, там, раз, раз, туда-сюда, Италия, в Сакраменто у меня есть также дома назначены. Вас Валерий зовут, да? Да. Очень приятно, Валерий, давайте-то завтра, ладно? Очень приятно, Мар. Да, во сколько набрать, 12, да, Сакраменто? Давайте в обед позвоните мне, если время есть, ну, где-то, вот, в обед, может быть, лучше там, ближе к часу, потому что я должна пробежаться, сделать несколько вещей, у меня и велосипед там ждут, и все тут все. А, велосипед сломан, да. Я несколько дней уже не выхожу, да, с субботы. Да, ну, там, брат, я понял, с велосипедом проблемы, да. Не, ну, надо его, если надо пройти, спросить, если будет работа, то я к нему потом отведу его. Ну, я могу его отремонтировать, он висит, велосипед сломан. Не знаю, там надо, там камера, вот, нет, не дали. А, понял, камера, да, пробилась. Ну, я понял, я сейчас возле кладбища, как раз вот здесь нахожусь, все возле этого. Дома здесь хожу, брожу. Нет, это кладбище совершенно барабан у меня, я, наоборот, в это все не верю, я тут не боюсь. А, ну, я тоже, просто, я возле кладбища, у вас, может, люди разные, есть, здесь еще канализация, как раз туда выходит, в сторону кладбища. Ну, канализация, то я не пойму, что с тобой такое. Такие, а что, отремонтировать нельзя, это ваша квартира? Это моя квартира, да, можно отремонтировать просто вот эти вот ткаловые массы, они как фонтанчики маленькие, бьют, понимаете, ключом. Да вы что, вы издеваетесь, смеетесь надо мной, каловая масса, блин, откуда? Ну, если тут посходите, извите меня туда, потом раз, и обратка идет, чевыркает. Да. И каждый раз такое? Да, ну, главное там не перегнуть, как сказать, я, если сажусь туда, главное не пернуть, если перданешь, оно все обратно, прям воздухом, бах, и все туда. Вы все издеваетесь надо мной здесь, смеете, что ли? Нет, Амар, вы уж меня простите, я человек немолодой, чтоб шутки шутить здесь. Главное не пердеть туда. Можно как, амар, что ли? Да, по-моему, вы издеваетесь надо мной. Нет, главное не пердеть туда. Что ты вам дал номер, не Герман случайно? Не, боже упаси, я с ним не общаюсь. Герман, это вообще, даже близко возле меня не стоял. Я бизнесмен, Герман ударил я, ну чего? Ну да, он, видите, все уже. Да, он уже все уже, что с него взять? Я бы он работала просто, когда-то на агентстве. А, где? В агентствах, на 20-е сначала, потом на Бенгаде. А, на Бенгаде. Я понял, на Бенгаде у меня там есть знакомый Кизару. Все там закрыто давно все. Ну да, он сам оттуда. Я сейчас просто посуду мою, у меня тут все стоит. А, у меня тоже стоит. Уже поздно, да, и надо еще вон это. Я понял. Оставить мясо. Согласен, мясо, да, мясо едите. Я просто взял ангелана, потому что у меня там два визита, я перенесла на завтра, и я сегодня не спала всю ночь. А, что ж такое, что ж не спали-то? Вначале днем поспала и ночью не смогла вообще уснуть. Да, а что ж случилось-то, приболели? Нет, потому что вчера днем спала. А, понял, ну я так всегда делаю. Главное не пернуть в унитаз, чтобы обратка не пошла. Вы не издевать нам, что это мне тут. Тамара, да я человек серьезный, я вам просто говорю, как есть. Ну а кто, он сказал, что я квартиру еще не матушка? За 350 могу сдать вам, если раз такие вот, как говорится, подружеские. Это надо пойти посмотреть. Посмотреть надо, я пока раз помою ее сейчас, встаю. И вы отрепетируете, покажете, как это происходит. Нет, 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 так у меня сейчас нормально. Главное не пернуть туда, а то обратка будет. Ну слушайте, вы не это, не надо мне такие... То есть не пукайте? Просто если вы там сильно пукнете, оно обратка, бах, и все выйдет. Понятно. Насрал. Там еще Алена, это, к Алене я ездила. А, Алена, Апина. А? А, Алена? Которая в Визербе живет. А, ясно, ну да, 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 есть у меня такие знакомые. Ну а кто вам сказал, что мне квартира нужна? Ну а вы кому сказали? Вы объявление, может, давали? Ну, там, правда, в тех церкви, я многим говорила. Ну вот, пожалуйста, видите. Язык, как говорится, и да, доведет куда надо. Я не хожу пасти, я же езжу в другой город, в Московский Архат. Да, ну так я был там тоже, в Архиархате. Где? В Московском. А в каких городах? Ну вот, откуда вы приехали? Нет, ну здесь, в Италии я езжу, в Московский Архиархат. А я понимаю, я же сам с Италии, я в Италии уже 30 лет. Ну я. Да. Тамара, вы уж меня простите, не подумайте ничего. Я просто человек немолодой, да, у меня есть квартиры, есть, где жить. Просто вот две квартиры есть, которые сдаются, но одна в Сакраменто, одна вот у меня возле кладбища. Как раз район Чележево. Сакраменто где-то? Да, да, Сакраменто, это там далеко. На там Кезару живет. А в Танне, где вы живете? А я вот тут же в Чележево. Ну, вот у меня времени там, это самое, у меня там дом, дом частный сект, там, знаете, район Миккар-Барбас. Какой район? Миккар-Барбас. Какой? Да. Какой район? Миккар-Барбас. Не поняла. Непонятно. Ну, я. связь связь читали до ну так что поскольку ну позвоню победу позвоните мне до в обед это в 12 или в час час товара да да я понял ну хорошо если что я бронирую да до завтра если что вы подъедете да микро барбас что я вас понял да алё да да это чё вас там орите за связь такая не звоните я понял вот что-то помехи вы меня не слышите да просто не пойму это слово барбас район район такой ну где вы в риме что ли да 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 я такого района как он называется а вот который самый крайне там у нас он этот раньше был как он этот назывался баркинас ладно мелочи вам потом расскажу покажу если интересно будет латс его район знаете дико село какое латс его дико село везерба везерба да вот там тоже был я жил когда-то это вы там были вела аудитора я была удалена а сухачало район да нет районную индустриально а индустриально я понял это там недалеко от сухачелл бы пиночет с которой пиночело я понял но тут все мы все друг друга знают не я не знаю десять их времени конечно же у ним не больше 20 лет а раз работала я из марки приехала в марки а лама ну понятно вот это вы наверное не знаете как раз эти районы по другие на подобные лафана а лафа да я понял билт виллаер слышали район нет вот хорошо ладно все мелочи когда-то завтра валили ладно спасибо ваш меня простите что у вас ваше время занял значит микробан бар в жених я вот там еще живу да если что завтра вы мне скажете я быстро тут недалеко минут 15 ходьбы да вот подъеду значит посмотрите вот подумайте насчет каловых масс которые извергают извне это ужасно у меня прямо такой чувство издевательное мнение я согласен что это неприятно но есть такая особенность да нет люди не жаловались на этот момент просто я вам подружески обезья есть такая особенность у дома обратка микробангус ну вы садитесь да на унитаз грубо говоря все нужно отремонтировать да не надо мне это говорить да садитесь начинайте что-то скушали там жирненько скушали и пёрнули вакуум происходит бах туда и обратка идет ну с трех покойной ночи ладно до завтра ладно микробангус звоните валерия до свидания попробую конечно там аркина брать вчера шина мекасана ну не возьмет трубку да ну попробуем и она может взять конечно но она уже все она сразу мекаса поймет что-то брэдс то есть обманушка италия сакрабента а как там называется мой район в котором я проживаю марбарбрах возле кладбища марбарбрах марбарбрах микробарбс алё здравствуйте тамара это я да да это валера из микробов я сейчас из резервы приехал мне позвонили соседи да что там как у вас дела есть там желание все-таки посмотреть мои владения или нет вы сегодня говорили что позвоните мне в обед да да тамар я прошу прощения вот я думала что вы просто это издевать да нет нет это я а кто вам дал мой телефон скажите мне пожалуй да вот я шесть самый макбарбрах ну район ну значит тут у нас слухи что они сами понимаете как разлетаются да тамар какой район в микробарбрах ну район это мой да я сам еще цену нет на кто он дал мой номер тамара мы с вами вчера микробарбрах район мы обсуждали касательно я вам про дом квартиру до обсуждать я это про квартиру номер герман герман дал когда ну как вот вчера по моему то и дал мне не карбас увидели что да конечно я это мой хороший знакомый а когда герман где вы увидели как я чувствую да ничего нормально все вот привет вам тоже передавал очень хочет что вы все-таки у меня остановились потому что он работает что он делается да да мы вместе на россия работали с ним когда что значит когда ну а сейчас где он ну я не знаю где участвовать в каком смысле дома наверно я не знаю где участвовать но где не живучи кто они герман смысле не живут так где жили там и живут они в каком районе конечно и куда и не переезжали мы с ним на семнадцатом году еще работали ну да знаю микробарбарс вроде там же каком районе сейчас живут герман я имею ввиду что вы ищете жилье или нет ну 450 евро микробарбарс район его ну и там он вроде живет вон то нарыва зура а когда вам вам дал мой номер фирма когда так когда дал я чувствую ну пару дней точно назад дал вот просто я не сказали вчера что герман он дал мне номер как низко так вы не спрашивали герман дал ну как то я спрашивал вы говорили да слухи быстро расходятся а ну видите я что ж уже не молодой микробарбарс район вы не слышал такого микробарбарса я понял вы не слышали потому что вы сами сказали что еще не все знаете здесь это я уже местный здесь в 33 года дали 35 а я жилья с вот 450 я вам предложил для вот и коснул вот такие вот детали да вот тут по поводу унитаза вот вот этой сантехники я понял я просто хочу вам еще дешевле сказать цену потому что не видела поймите да герман болеет вот поэтому я с ним редко вижусь как бы ничего все будет дай бог хорошо вот ну я сейчас тут возле кладбища недалеко живу домик-то возле кладбища вот это да поэтому 3 см не возле кладбища в каком месте они поймут нет ну прям недалеко страны визер были со стороны это какая у я сам от визер был приехал как называется потом на котором находится ваш домик ну домик который вы хотите посмотреть правильно визер которым ты сдаешь где находится до резерба значит находится возле кладбища я с вам объясняю я сам из микробарбарс приехал напротив церкви вот как раз вами вы извините кладбища это стой страны его не видно а здесь церковь другая напротив церкви вот фламиния 54 адрес какая фламиния вы что что не фламиния 2 попили я верю милия 2 милия я называю у нас место название это фламилия 54 фламиния церкви это да напротив церкви а кто внизу находится под этим домом смысле ну септик там неисправны вот поэтому и вот это вот все азики в обратку идут поэтому надо ну это ладно и тут уже вроде есть у нас знакомый который занимается решением этой проблемы поэтому просто герман очень хотел бы чтобы вы тоже вот так сказать хорошие с ним знакомы до вас тут много знакомых магазин техники вот здесь прям все это рядышком поэтому как говорится все здесь все свои так сказать я сам просто был бы тоже визер но я недалеко микробарбас живу район декабы и безерба а у вас телефон какой-то у вас ваттапа нет нет я на сотовый набрался из офиса вот тут я дам не высвечиваться до 5 не могу слышать заграничный номер да а какой номер то да нет что-то оно видимо тут у них они номер айти хрен поймешь я сам с микробарбас вот вы откуда ваша фамилия как моя фамилия до моя фамилия жмышенко 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 микробарбас живую но у меня была эта фамилия по сипажа нервы сухачельяна сейчас я уже обратно забрал жена померла сухачельяна не слышали фамилия сухачельяна микробарбас нас все знают тут местные магазин техники все это наше было когда-то я как заведующий здесь был да да а вы каким бизнесом занимаетесь каким бизнесом данный момент то у нас я как адвокат да скажем вот работаю ну скажем уже сам на себя тут у нас вопросы касательно жилстройки дай идут вот эти вот все ну адвокат скажем так у нас ну я как бы по визербии не час не работаю в этом секторе микробарбас помогаю беженцам беженцам также помогаю здесь частично микробарбас вот а недалеко и за кладбище ваш ту сторону в обратную получается вот так что 350 евро я думаю вы знаете это небольшие деньги для такого жилья просто я сам не нуждаюсь в этом жилье я имею жилье это унитаз не работает нет а это понятно это часто данный период времени проблема это это вы уж там я тут людей тоже позову просто сейчас да и то есть момент такой дам старая канализация но я думаю сделают там все просто не так все как вы можете извините подумать да там что там прям все это самое там просто если у как говорится если вы сядете и хватит на эту тему говорить слушайте вы что издевайтесь надо мной я понимаю что вы смеетесь что смеется смешно не было бы так не надо мне рассказывать повторять и рассказывать эти особенности да это я просто вас в известность ставлю уж меня простите мне 54 нет не прошу не хочу это слушать извините меня это ничего если что-то слушайте пасха наступила у нас я право я тоже право не слышать какие гадости вот и все на счет такого ничего есть проблема просто нет может быть просто вы обманываете меня может да зачем мне это надо не знаю я друг германа знаете прекрасно да герман он умеет издеваться и смеяться он болеет он врет еще только так да нет это человек вы просто не знаете как я мы с ним работали 2018 работали-то а вы вовсе с ним приходили конечно проходил я его друг конечно у меня ждали приходили к нему куда я с ним часто серафимку знаю еще вот в очках с бородкой такой дядька знаете серафимку на вы заводите церковь конечно конечно я священный ну так сказать тоже для меня все это очень важно я сам как батюшка имеется ввиду с виду ну и так конечно вера вова до меня это священный как говорится священописание вот еще священная ну ладно и то что конечно знает как валерия до жмошенко хотя можно суха чилинью это моя фамилия мысли мир раньше в хоре пели кем да ну он упал склироса кто Кто упал? Не слышу ничего. Алло. Да. Я слышу. Да, да, я на улицу вышел. Угу. Слышу. Так кто упал с клироса-то? Я, говорю, упал. Какого клира-то? Где? Алло. Да, да, да. Что, не слышно было? Да что ж вы молчите-то? Давайте с вами закончим разговор. Телефон что-то у меня старый, видимо, закрыл микрофон. Говорю, я упал, упал, в хоре пел в 2006 году еще. С клироса упал. Где это было? Господи, ну как где? В смысле где? А где у нас клирос? Ну в каком городе-то было? В какой стране? Да как это в какой стране? Да что ж это? Италия. С какого клироса вы упали? Ну когда пели это самое в хоре, ну в риме. В риме не упал. В риме не упал. В риме не упал. Да. Вы что пели в риме не в хоре? Да, пел. Каким голосом вы пели? В риме не в церковь. В каком, с каким голосом? У меня баритон, баритон у меня. И вы пели в хоре, в каком году это было? Ну, у меня тогда тенор был, в восьмом году это еще было. Вы были тенором, вы пели баритоном. Первым. А тенор это высокий голос, тенор или низкий? Тенор это средний. А баритон? Это низкий, вот, у меня. Да. А тенор средний, да? Ну, такой, более, скажем, нежный. Ну, я могу вам любым спеть. Ну, сейчас уже годы не те, конечно. Ну, и что ж вы не поете там в церковь, если улетели? Так я ж упал с Клироса. Я ж упал и, ну... Да как вы там могли упасть-то? Там же не упасть просто так. Что вы там делали? Пьяные были, что ли? Ну, пьяные, это вы же, конечно, извините. Я человек верующий. Мне вот эту ладость... А как вы там упали? И что, во время, когда вы пели? Пасху пели или что вы пели? Я пел все, что у нас в хоре было. То я и пел для людей. А кто был там регент в 2008 году? Кто? Регент. Да. Господи, я Серафимушка... Такое-то... Ты чем же Серафимушка? Он же не регент, он же батюшка. А кто был регентом у вас там на Клиросе? Ну-ка, скажите. Я просто вам говорю, что я знаю Серафима. Серафима, батюшка Серафима. Всех знаю. Вот. Значит, мы все здесь друг друга знаем. Ну, вы, наверное, и меня тоже должны знать, если вы на Клиросе были. Ну, я вас как бы, ну, видел, возможно. Ну, так, лично, вот, как вы видите, вот. То у нас, ну, не помню, на Пасхе пел у нас, был регент, вот этот грек старый был, да. Он никогда не был регентом, грек старый. Кто, Грек? Там было два грека в том году. Да, да. Один умер. Вот. Врач. А второй умер вот три года назад. Ну, и как их звали, греков? Грека как звали, господи. Что ж вы меня так-то расспрашиваете, как будто я... Я вас не помню, что вы там пели. Я же на Клиросе на этом отпела 17 лет. Сколько? 17? Почти 20, да. Ну, вот. А я меньше. С Рядинком, который там регентовала, мы с ней 20 лет отпели вместе. И вас я не помню. Не помните, да. Ну, да, не помню. Вот Оля, Оля, Рейгент. Вот это самое лучшее, Рейгент. Оля. Должны знать вот это, да. Должны. Вот мы с ней отпели вместе 20 лет. Вот, пожалуйста, видите, я знаю. А она вас знает, да? Она вас знает? Ну, не особо мы с ней, так скажем, общались. А как же вы пели, если она вас не знает? Нет, она меня знает, но мы с ней не друзья. А как мужа у нее зовут? А я не знаю, как ее мужа зовут. Уж не помню я. Давно я ее не видел. Как она там, кстати, поживается? Слушайте, вы что-то мне рассказываете? Какие-то вещи странные. Да. Дмитрий, Дмитрий, насколько помню, сейчас памятник подводит. Дмитрий, Дима звали. Зовут мужа. Да, Димаш, по-моему, не путаю. Ну, вот, да. Вот, видите, а вы же говорите. А сейчас кто делает, Дмитрий? Да, вот это я ж не знаю, я с ним не общаюсь, чем он занимается, Дмитрий. О чем Герман, разве не рассказал, Герман? Я ж с ними редко общаюсь. Я с Германом постоянно общался, да. Вот, да, да. Он священником вроде хотел стать, вроде священник он, Дмитрий, насколько мне помнится. Да. Ну, вот, да, он, да, сейчас священник. Вот вам и пожалуйста. Значит, по поводу квартиры, 350 евро, но нужно там, значит, санузел. Так вы сначала там сделаете, отремонтируете, потом... Так это самое, я понимаю, просто вам срочно, а не срочно надо вообще. Ну, мне вот сейчас вот предлагают в другом месте, завтра пойду смотреть. А еще один-то вариант... За сколько, если не секрет. Не важно, за сколько, но не за 350, конечно. Ну, я понимаю, вот, хотел бы Герман, чтобы именно здесь поближе, как говорится. Я могу Герману позвонить и спросить, правда это или нет. Да нет, я думаю, он болеет, ему сейчас не нужно вот эти вот разговоры. Ну, там уж какая-то... Да, но все равно. Да. Значит, нужно... Дело в том, что там вот, если вы сядете на унитаз, главное не пукать, а то обратно пойдет. И все, это один минус, больше минуса вне. Не смешите меня, пожалуйста, хватит, а? Ну, если сильно прям покушаете, прям... Такое отношение это иметь к тому, что внутри там этого унитаза находится, если он пустой. Да это понятно, я вам говорю, там вакуум образовывается, то есть вы в клапан раз давите воздухом и обратно идет, то есть у нас канализация, и оно прямо из пола начинает брызгать. Вот. Как из пола? Как из пола? Ну, там где проходит труба, как раз, если вы сядете на унитаз, прям... Вы не рассказывайте мне этим, мне неинтересно это слышать. Там туннели, у нас же туннели под домом есть, и вот оно там, видимо, что-то уже... Оно загазовывается, все, и вы как сядете, как пукнете... Ну, вот расскажите кому-нибудь другому. Ой, господи. А у вас жена-то есть? У меня жена уже умерла. А дети? Нет, нету, хотел сыночка себе, все, вот, нету. Как там, кстати, Эммануил у вас поживает? Нормально? Алло. А что, Эммануил? Не понял? Да-да. Все нормально там, все, как дела у вас там? Какой Эммануил? Какой? Ну, знакомый ваш, сын ваш. А? А откуда вы знаете? В смысле? Так я ж говорю, мы ж тут все свои. Ну, кто-то свои, если, я вас не знаю, извините. Ну, мне Ерман рассказал. Ерман. Да, Ерман. Здесь есть прям все, как говорится, удобно, все порядочно. Вы не беспокойтесь, я найму вот это сантехника. Они здесь так сделают, что вы будете там, как на золотом унитазе, все это делать. Да. Ну, давайте это самое, потом как-нибудь созвонимся, может, в конце недели, а? Ну, ладно, чтоб туда на унитазе не пукать сильно. Мне неинтересно сейчас об этом говорить, понимаете? Вы пока займитесь там вот своим унитазом, а я тут сейчас пока занимаюсь своими вещами. Да-да-да. Мне некогда долго разговаривать. А я понимаю, по поводу, вы же, наверное, сейчас с Эммануэлю помогаете закончить университет, все-таки, да, там много чего задают, наверное. Слушайте, мне надо сейчас собирать здесь вещи, я не могу удобно говорить. Да. Один-то. Я понимаю. Мы давайте сгонимся в конце недели. Вы просто подумайте, да, пожалуйста. И Герману можете тоже звонить, потому что я сейчас тоже ему наберу, соскучился. Вот. Он в курсе, я ему рассказывал, что там с унитазом есть сантехника проблема. Говорю, главное туда газа не пускать, чтобы обратка не шла. Да не надо мне об этом говорить, что ты повторяешь его одну туда, чтобы оно обратно насрать. Алло. Как вы разговариваете, как с женщиной на эти темы, я не понимаю. Да я просто это, про свои-то вспомнил, что там, когда много в унитазе всего, оно тогда не фыркает. Ну, обратки нету, забивает все, и тогда потихоньку. Мне уже надоело это все слушать, на эту тему. Если вы хотите мне сдать, вы попробуйте сделать какие-то работы там. Ремонтировать все это. Как я сейчас как раз вот приехал, и буду заниматься этим вопросом. Все для вас. Ну, зачем я эту тему говорю, что он мне повторяется одну и ту же. Да. Надо подумать, что вы мне уже даете указание, что я уже ее сняла. Да, я понял. Я понимаю, просто вам заранее, как другу. А что заранее, я даже не знаю, кто вы, и не видела, я ваше даже лицо нигде не вижу. Вы где-то высветитесь в каких-нибудь в этом, в WhatsApp или где-то? Да, я могу встретиться, как вам удобно, просто у вас дела. Просто у меня там когда-то... Так а телефон-то у вас какой, итальянский есть номер? Да, конечно, я у меня этот самый сотовый, итальянский. Просто у меня дело в том, что до этого негры жили. Забили унитаз с камнями какими-то. Даже что, с какими камнями? Какими-то камнями. Вот здесь вычищали. Да, это можно разобрать полностью, всю систему прочистить. Да, да, вот я про что я говорю. Потому что камни забиты, и когда пукаешь, оно там... Да хватит на эту тему. Вы что, издеваешься надо мной? Мне пофер, вы совершенно слушаете это. Если вы хотите кого-то другого, вам с кем-то посмеяться, позвоните кому-нибудь другому. Так, а что смешное? Какой-то телефон дал вам кто-то, кто хочет надо мной поиздеваться. А что за издевательство, как я здесь? Я человек взрослый. Ну, а сейчас у вас почему номер эстонский? Как вы звоните? Эстонский. Господи, боже упаси, я там и не был никогда в той Эстонии. Не был, но у вас номер вот 372, эстонский. Ну, ладно. Вы звоните из Эстонии. Я вам позвоню, когда вам набрать, чтобы у вас время было встретиться? Вот давайте, завтра я занята, потому что мне нужно тут еще идти ехать смотреть и нужно тут собирать вещи. Я понял. Тут еще кое-что. Хорошо, я вас отвлекаю. Не буду, просто знаете, что вода, камень, точь. Ну, а кто на эту тему нам говорит? Да не повторяйте вы ни одной из слов. Я сейчас в районе... Вы тогда попробуйте заняться этой квартирой. Если вы что-то там хоть сделаете. Я в районе госпиталя сейчас нахожусь. А потом я посмотрю на вас сначала, а потом на квартиру, но... Я в районе госпиталя нахожусь сейчас. Да где это в районе госпиталя? В каком месте? Вот здесь нахожусь. Вот вода камень точит, понимаете? Поэтому чем больше вы туда будете писать, тем быстрее проточится камень. Да не надо мне с кем уговорить. Вы что, слушайте, я больше не могу с вами разговаривать. Давайте тогда, послезавтра я вам наберу, да, с этого, с итальянского. Ну, а где вы в районе госпиталя находитесь? Что вы тут делаете? Да я сейчас, это нахожусь, я здесь, ну, я сейчас... Ну, я же не, это, приехал вот из Эрбо. Я сейчас поеду уже. Я тут приезжал по делам. У меня госпиталя... На машине, что ли, едете вы? Да, да, да. Я в госпитале, вот, на районе. Вы здесь вроде недалеко где-то. Ну, даже если недалеко, то что? Не, не, просто, если хотите, я могу прямо сейчас пообщаться с вами. Ну, ладно. Что он сказал, что я в районе госпиталя? Ну, вроде как, Герман рассказывал. Да не надо, вы, наверное, или вы с Леной разговаривали, там, с одной из Гросса, или вам этот, там ее, этот, один еще, со мной работал, может быть, номер дал. А что за Лена, что за Лена там? Ну, есть, есть там разные люди, которые умеют нам смехаться, смеяться. Да, нет, этого ерунду не надо здесь. Я не такой человек, мне это не нужно. Я очень серьезный в этом плане, никаких шуток здесь быть не может. Не тот возраст, как говорится. Я, может быть, и разыграл бы кого-то, но лет в 15, мне уж 54 года. Да. Лену ее вообще, насколько я знаю, если вы про нее, ее же уволили. Откуда? Ну, как, с работы уволили ее. Кто ее уволил? Уволили ее, все, ее нет. Ну, если вы про эту Лену. Какая Лена? У них свой склад есть. А, ну, там, ну, она вот где была, там, вроде как, слышал тут слухи, что ее Герман сказал, уволили. Ну, ладно, может, не та. Какую Лену? Откуда уволили? Ну, как, откуда? Это те, кому я сказала, кто, может быть, с этих Гроссов? Откуда, Лену? С этих Гроссов или там с этих, кто-то мог, кто-то там, и в церкви люди, кто-то мог так надо мною поиздеваться, чтобы мне такие вещи говорили. Просто надо подумать. Лену с Гросса уволили. Вы же про эту Лену, или какую Лену? Какую Лену с Гроссов уволили? У Лены в Гроссе свой склад. Ну, и что? Официально она уже все не работает, Леночка. Это ее дело, никто ее не уволит. Да, нет, это все, ладно. Мы все, мне здесь, я ж тоже знаю всех там, я ж с 18-го года работал долго, значит, ну, ничего страшного. Я здесь вообще в плане юридическом, скажем так, да, вопросы решал. Вот, я адвокат. Да, если бы я тогда не упал, в 2008-м, когда я в хоре был, и это, тогда все, может, по-другому было. Когда это было, зимой или летом? Когда это было, ну, значит, выкинули из Гросса, да, там же, ладно. Нет, когда вы упали с Клиросса, это было зимой или летом? Это было уже холодно, насколько я сейчас вспомню. Холод был, значит, да. И вы упали-то как, во время службы или что вы там делали? Да, да, да. Ну, это уже конец лета был, ну, так уже. А почему вы упали? Вы что, высокие очень? Ну, я споткнулся, ну, как-то что-то споткнулся и упал оттуда нафиг. Оттуда? Прям вниз упали в церковь? Да, прям туда. Споткнулись? На чем вы споткнулись? Вы что, шли бы парапетом, что ли, там, я не понял. Да нет, на вой, наверное, не так. Туда что-то подвернулось и упал. Там можно было упать только с лестницы, да и то она небольшая, она узенькая. Ну, может быть, как говорится, знаете, оно как бывает. Я на Рождество упал по лестнице там. Да. И что, сильно разбились? Ну, наверное, месяца четыре я отходил, вот. Потом еще хромал, вот. Там вот эта лестница, ну, неудобная, винтовая. Вот то я же с нее и упал. Потом я уехал в Микробарберс. Туда, в тот район. Я же там уже сколько лет. Это знаете, да, Микробарберс. Не слышал ни разу такое название, извините. Ну, ладно, простите. Я просто стоял там, может быть, не знаю. Ну, как мне сказали мои напарники, может, смеются. Говорит, упал. Ну, потому что яйца тяжелые. Ну, ладно, Валерий, спокойной ночи. Созвонимся так к концу недели, ладно? Да, если вы не понимаете, то Микробарберс, это, это турка. Ну, ладно. Да, до завтра, да. Нет, завтра мне некогда. Я понял. Ясно, ну, я понял. Просто, если не успею я, допустим, отремонтировать, да. Ну. То, если что, ближайшая неделя там все отремонтируется. Просто не пукайте сильно, и все. Вы хотели это мне сказать, да? Так, ладно. Да, послезавтра, да, набрать вам с итальянского? И это вы, вы считаете, что вы православные? Вы даже мне не сказали, Христос, воскресе. Сейчас идет праздник Пасхи всю неделю. Да, идет у вас, у меня идет, вот, Христос, и о воскресе. Вы мне просто расспрашивали, тут расспрашивали, я же уже забыл все. Начал вспоминать всех. Вот, все забыл, да. Да. Вот так вот, я же уже не молодой. Мне 54, а вылежу на 70. Слушай, простите. Ну, ладно. В Сухачелье. Хорошо, все. Если будете в церкви, спросите. В Сухачелье. В Сухачелье у меня была тогда фамилия. В Сухачелье. Они скоро знают вашу фамилию. Может, они по имени вы вспомнили, кто вы, и что вы там делали в церкви. Что я делал? Я пел в хоре там. Да, ну, я вас не помню, понимаете. Я в хоре с 2003 года. Да. Я отпела там почти 20 лет, и я там была номер один. Меня все знают. Я знаю, что вас все знают. Вы очень... Почему я вас не знаю? Это странно. Хорошо, хорошо, у нас в хоре это самое. Я помню, тоже были моменты у нас в хоре. Может, помните, когда мы в хор, да, служба была. Я это самое... Ну, стоял такой недалеко, по-моему, от вас. Еще вы на меня посмотрели. Я вас поправил чуть-чуть, помните? Что? Да. А там у нас не было баритонов никаких, поймите. Да, баритон не был. Я баритон-чанс, я тенор. Да и тенора у нас не было никакого. Как это не было? А что вы пели? Какие произведения вы сами? Я пернул. Ой, ну слушайте. О, видите, что? Значит, вы действительно, наверное, на мной издеваетесь. Ну все. Дамы Мария. Что? Да, 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 до послезавтра, да. Ну все, всего хорошего. Хорошо, санузел ремонтируем, православное. Ремонтируйте, да, ремонтируйте. Давайте я вас тогда наберу, может быть, заеду. Вы что, да, недалеко. Я это самое заберу, вас отвезу, все покажу, расскажу. Ну ладно, все, спокойной ночи. Много вам православного, в честь праздника, хор сделать. Валерий, простите, уже поздно, до свидания, спокойной ночи. Вы прекрасная женщина. Христос вас встретил. Воистину, вы прекрасная женщина. До свидания. До свидания. Ну что это за пение? Что это такое? А? Что это за издевательство такое? Не понял. Не слышу. Как издевательство? Ну, то, что... Ну ладно, спокойной ночи, простите, я больше не могу. До свидания. Сейчас я подъеду. Пока. Вода камень точит, зая. Вода камень точит, запомните истину. Да, алло? Вода камень. Микробэрб. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Алло? Тамара, здравствуйте. алло кто это до вечер вам добрых извините мне некуда разговаривать что вы хотите я значит по поводу вот вот этой вот квартиры которую вам предлагал вопрос санузлов я так и не смог решить да у меня есть другое предложение две комнаты вот в районе марина центра ланда 6 адрес это рядом ландо 6 такое вот улица такая via ланда 6 чьи-то комнаты вот две комнаты у меня в районе мария центра значит вот это рядом с католической церкви вот но помните может когда вот еще в 2010 году я там ставил колокол да на трассе вот это я не еще оборвались придавили эту бабку ключи и ключи и помните да и чего я не помню какой колокол где да возле и вот этого церкви католической бабка лючия она там еще китайский преподавала украинский я там не живу извините а я знаю что вы там не живете значит у меня тут квартира все ворота автоматические ну то есть если какие-то там значит у вас там не знаю импланты там или чипы в жарну живлены у вас то вас может не пустить туда потому что там на автомате все работает да выше не прививались ну вы же не прививались правильно вас все нормально должно быть вы же не прививались двадцатом году правильно я вот привился и постоянно когда прохожу мимо ворот у меня пикает сигнализация вот это мне вон франческо ну падрине рыбак местный знаете нет ну как он горит вас знает тамара вот франческо педрине педрине рыбак вот этот местный здесь франческо педрине рыбак у него и что байдарка в порту стоит синяя рыбу продает магазин канат который вот напротив госпиталя магазин улица хобби пинтер чего-то пинтер улица знаете нет тут рыбу нас да как нету вот рыбак вот франческо педрине местность здесь он рыбу ловит про вас хорошо отзывался перестаньте он меня вообще не знает понятия не знаю тамар вас тут все знают что один пинтер до две комнаты запить 250 евро в месяц по соседству арабы живут иногда шумят ничего страшного я иногда бывало там даже чуть подрался с ними от шумели сейчас вроде успокоились вот про какие вы чипы говорили не поняла что за чипы да чипы вот вот это вот приду коронавирус вот это да вы же вроде не прививались что я привился да вот это вот у меня постоянно пикает чипировали ворота автоматизма 5 где вот чипировали чип против короны сделали поняли у кого-то не понял так это чип там вставляется и вкалывает вот потом из жидкости становится там микроплата или чего-то ну это уж как говорится так она делает чтоб контролировать наши так скажем население вот я не знал тоже меня чипировали вот пожалуйста пикают автоматически ворота там стоят датчики на металл а вы вроде в 2000 году так и не прививались поэтому все будет нормально поэтому я вот хочу вам реально вот чтоб беспроблемное жилье было да вот пожалуйста хотел бы вам предложить за такую небольшую стоимость 2 комнаты а вы знаете вот тут есть у нас келья святого спиридона такая упала это николая сан никола рядом храма никола там отец алексей еще в этом вот в этой скелии алексей ну я знаю я так знаете я уж не молодой человек я вот не были вы у него не знаете я был у него я был у него я везде здесь у меня все знают так то валерий альбертович меня знают вот это еще знаете вот как говорится я знаю вашего мужа также вот владеет электростанции мы давно с ним общались тоже как какого мужа чем-то вы говорите вашего бывшего вот у него электростанция вот карьеры дела сера давай о чем говорит какая карьера дела сера карьеры ну это у него электростанция муж ваш в 2001 году между прочим он смог вывести энергобюджет города в плюс да мы недавно с ним общались тоже там по работе да да с мужем вашим с кем как он дал недавно вот был на энергосаммите как эксперт с итальянской стороны за лучи солю чинуважем уж или я чё-то путаю это ваш муж то моему получит то сказал он как то сказал ты все что вас знают же вот кто сидел не ходит надо мной на продолжайте мне как никогда я не смеюсь я вам серьезно говорю муж ваш вас между прочим все еще любит зря вы конечно с ним развелись но ничего страшного а вот значит по поводу двух комнат вот в районе марина чентра улица ланда 6 рядом с католической церкви как раз вот как вы любите да если помните 2010 год я там ставил колокол на тросы а вот эти вот ну подвешивал а он оторвался и придавил бабку царство небесное лючия но не знаю я никого не царство небесного по поводу комнат вы а фактами у вас номер итальянский у кого номер у меня да ну итальянский аж в италии сейчас но как у вас показывает номер сконо шута кто она фута да нет чушь какая-то что-то у вас там явно видимо муж оставляйте по номер то итальянский я уже 21 год в италии больше 20 лет оба сута до санта лючия вот это все мое родное я вообще что-то недалеко живу если есть желание примут комнаты могу показать я в этот микро барберс нахожусь я понимаю что я же прекрасно понимаю вы же мне нужно простите я все понимаешь простите меня в столь польза беспокойство я сам из микро барберс приехал не знаю такой никого да микро барберс да вот района марина четра улица вия вия ланда 6 рядом с католической церкви по 250 евро в месяц вот пожалуйста интересует арабы я не там не а они по соседству квартире нет никого они по соседству живут я думаю они вас да даже уверен они вас не побеспокоит там люди абсолютно адекватные верующие люди я с ними раз как-то я вас не знаю кто вы от кого кто вам дал мой номер понимаете поэтому как я могу и такой вот там не понял франческо педри не знаете рыбаками нет не знаю никого который еще жену себе постоянно ищет что не знаете может кого не знают мы должны знать в виде в город большой я ни с кем не общаюсь у него байдарка в порту еще сын я не знаю никого рыбу продают магазин канад знаете конад мы что в этом конаде никто рыбу не продает у нас как либо он напротив госпиталя стоит как раз и продают хожу этот конад и кто тут рыбу в время продают франческо педри не стоит кто-то может быть знает тут где-то рядом где-то есть часто вас видит франческо педри конечно тут значит это есть какая-то частная пестерия но я не знаю где находится не знаю это где-то тут не на пинтера где-то тут сзади находится в волочках слышала но я не была там ни разу поэтому никто не были вывод все вас все в церкви знает вот здесь в этом уже не первый год и уже сколько в этом лет были нет вас все знают прекрасно поэтому я вас очень ценю как человека уважаемого я не знаю кто вы и откуда вы понимаете герман очень хочет чтобы вы чтобы вы вот для вас для хорошего человека не позвонит там и опишет вас кто вы друзья не могу я доверять человеку к телефону я поднимаю я вас не прошу напишите герман позвони там аромам просто надо было посылал и и сообщение недавно поэтому вы ему напишите что герман и с ним общаться сегодня он не спрашивает я с ним сегодня общался на ритю что там насчет тамары чужина я рюда все времени не было где герман находится сегодня где он смысле где он а я откуда знаю что не спрашивал он позвонил мне позвонил сегодня спросил меня что там насчет тамары там чё получилось у вас договориться я ему объясняю что вот у меня с квартирой проблема объясню ту ситуацию вот с унитазом что там обратка идет хватит на эту тему говорить если вы хотите продолжать я закрывать или ладно ладно прошу прощения с тема неприятно сам разговаривайте с кем-нибудь другим микро барбар с приехал здесь только вон чипированных есть которым поставили кучу вакцин которые стоят за вакцины горой и ставят себе кюркоды на голове и везде где можно они были с нормальный человек уж не чипированных вас в 2000 году тогда отказались я помню на кого ты помнишь ты меня не знаешь это говорит такой вот тамара я прекрасно это все помню какой ты помнишь ты меня даже не знает я знаю вас я знаю вас очень давно ну как лично не общаюсь я выгляжу сколько мне лет мы с вами как вы выглядите мы с вами в одном хоре пели конечно я вот не знаю как вы выглядите вы красивая женщина очень прекрасно мне еще значит ваш муж бывший рассказывал про ваш у которой вот владелец электростанции ну как говорится бизнесмена не все такие да в общем вы мой номер где-то выудили у этих наверно о этих у церковных там у кого-то да нет мне номер герман дал герман да ладно я больше не могу говорить так а когда мы с вами встретимся когда мы встретимся чтобы я вам показал комнаты это знаете оставьте номер итальянский я вам позвоню вашего номера у меня вообще нет я тогда склироса упал я помню как сейчас оттуда невозможно упать я упал что вы ходили по парапету что ли парапет ходил и упал склироса он там невысокий по лестнице у нас даже дети не падают оттуда ну я подскользнулся ногу подвихнул склироса упал куда ты подвихнул когда там невозможно поднимается наверх где-то упадешь там я упал склироса вот тогда вы меня наверное уже не помните как я падал но вы были там что вы говорите вообще я такого вообще не помню даже там знаете еще сухачина был сухачина батюшка какой сухачин хватит не понял вот так что там наш насчет это самого мы с вами когда встретимся то нет не на это отмене когда давайте сейчас полоним к вашему делу вот я ничего не найду никуда не перееду то потом я вам просто говорю герман будет очень рад да я тоже такому хорошему человек марина марина центра вот виа ландра шесть вот посмотрите в интернете да хорошо что тогда все тогда давайте отключаем колокол еще в 2010 году на этой церкви ставлю спасибо вам большое трассы оборвались и бабку придавила бабку придавила вообще колокола и бабку придавила мне когда мне извините меня разговаривать очень жаль когда приехать за вами и отвезти вас комнаты показать вы думаете а куда вещи собирать камни я собираю вещи чтоб не освобождать квартиру а ну вот ко мне туда переезжать я вам по моему я никогда не переезжаю пока комнатки по 250 евро я отвечаю всего хорошего если что-то заняться на следующей неделе я по подъеду сейчас до свидания сейчас я подъеду с германом куда у подъедете так вам подъеду за вам куда к нам ну вы же дома правильно там туда кому подъедете так вам тамара q кому же куда вы ко мне подъедете делаю не найдете я вот не понимаю вывод православная женщина да вот ведете себя странным образом вы что знаете где живу конечно я знаю где живу господи даешь вам уже рассказывал недалеко вот здесь я же приезжал возле вашего дома уже был да да вот так салучи можешь тоже мой друг ну я его тоже уважаю хватит а всего хорошего извините я отключаюсь простите должна уходить я сейчас вы верующий человек не надо так себя вести это уж всё-всё извините мне некогда понимаете заниматься тут работой марин чентра улица ландра 6 ладно я подумаю спасибо большое я подъеду куда у поедете куда у поднимом к вам за вами чтобы я не нахожусь времени всего вам хорошего девы я вас видел неважно где сегодня сегодня нет меня здесь я вас сегодня пока я начал голосом поговорить где я нахожусь я знаю где вы франческо педри педри не тоже вас видел рыбак франчетка не знаю никакого франчетка и тренировки ну ладно спасибо я тебя отключаюсь всего хорошего пока ладно я подъеду ладно узла раза алё здравствуйте тамара да говорите что здрав здравствуйте что-то я вам дозвониться не мог по поводу говорите мне никогда не никогда марина чендра вот я улица ланда 6 по поводу двух комнат когда же мы с вами уже встретимся вы же еще в поиске в одном месте мебель я не знаю мы завтра пойдем гостиницу начать гостиницу пойдете ну чё вышли на не набрали там еду гостиница совсем никуда не годится поймите меня я понимаю ваш вес значит давайте вы в какое время может я завтра подъеду лучше тогда вам мебель перевезем тогда уже вот на уже все что все уже все перевезли до другую квартиру да я еще там вот я вам по 200 хотел цену сказать уже что по 200 евро на это не не верь мне во что вы это что где-то чё это до марина центра и что куда на я вас не знаю квартиру что я помню здесь у нас комнаты 2 то есть две комнаты рядом с катались комнаты в квартире у кого да у меня у меня я здесь но остальные комнаты кто живет в остальных остальные комнаты у нас там живут ну они порядочные люди порядочные кто вы не переживайте я с ними пообщался начинал сказал что ну кто ребята вот кто арабы 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 да у нас арабы вот уже не шумят уже все нормально вот я же вам специально подбирал рядом с католической церковью чтобы вам так сказать ближе к ду по душе все было я не знаю где-то в комнате не кресту можно посмотреть их там несколько ночей можно переночевать но мне что-то страшно а вы не переживайте я человек серьезно скажем уже мне не тут на татьяну литвиненко да да ну нет я не так татьяну знаю знаете знаете хорошо я это поняла я общался вот с франческо педрине педрине рыбак я не могу собирать вещи просить и очень сильно устала в работе заняты может вам поможете на погонять квартиру на через суд выселение это стал то что вы за 200 евро что сдаете комнату две комнаты вам хочу предложить что в этих комнатах есть ну мебель есть вся санузел исправен все есть то есть ну вполне себе приличное для жизни место то есть порядочное без всякого скажем но все порядочно все красиво у нас а вы проживете а я с микробарберс ну район микробарберс где-то смысле где ну я с вами обещал недалеко здесь микробарберс район в риме недалеко не далеко ну тут километров 20 получается откуда вот от этого места где я у меня был в гостях как-то салучий узнать куда не придумывайте давайте не будем микробарберс район времени недалеко здесь да вот вот эта квартира помните что возле кладбище я вот тоже пообщался думаю нет такой порядочной женщине вот это вот санузел этот не исправить ни в коем случае хватит но не это не волнует ваш санузел мне надо мне про него я понимаю мне неприятно это простите меня вчера был день ангела джон мироносец и это даже не я работаю с утра до вечера по 18 часов я сам такой же я вот поэтому и звоню у меня глаза знаете как устали у меня было 5 операции на глазах последние два искусственных хрусталиков они поставили у меня глаза все красные слезят плавают всякие мошки вверх глазами уже не могу домой туда в россию утром успеть в почту россии собрать все и сложить упаковать еще обед еще нужно идти тут в моей квартире еще на моем имени свет газ вода я понял я ничего не отказалась я когда уйду отсюда через сутки мы уйдем моя хозяйка может прийти включить газ на всю катушку и намотать это менталитет на моем имени а мне нужно квартиру оставлять я еще не делаю что завтра делать завтра все открывается и суд и все открывается может солючи приехать помочь вам какой-то лучше вы о чем говорите вообще какой кто это такой либо сейчас и вообще не никогда не это ваш муж бывший откуда вы знаете здрасте приехали мы все здесь как родные уже беженцы да конечно я не беженец работа вида до беженца я бы на их месте не стала бежать оттуда я бы лучше у себя на родине жила куда-нибудь переехал нахрен они оттуда папа перли сюда здесь же детей отбирают у них унижают у кого отбирают у беженцев откуда берут из украины которая беда чё у них отбирают германии детей у них отбирают там ювеналка очень сильно здесь тоже дети привыкли же у нас что дети везде у нас бегают на улице одни без присмотра да или можно от них любить детей дома ставить тут нельзя одних детей дом оставлять это увидите соседи сразу стучат понимаете здесь следят я вам говорил что крестничая здесь такая же вот мы только не выезжали вчера вытаскали пакет позавчера коробки и этот самый вчера меня лжирец помогал он не перевез позавчера он не дует жир сделал жир друзьям 30 коробок я отвезла приехала женщина подруга забрала у меня 7 коробок мы с ней таскали они все выглядывали смотрели напротив выглядывали смотрели на даже фотографировали думаю что потому что они друзья мои хозяйки видео а может даже видео сделали понимаете люди настолько здесь она яте настолько они здесь им скучно том что делать им не хранить деньги у них есть еда отдых и сплетни одни кто где купил квартиру кто куда пошел что делал сплошная и неинтересно это вся европа такая они все там такие но не вся такая европа есть голода города культурная европа германия интеркультурная австрия там у другом ножка брюссель тут же периферии если мы жили может быть милане там в риме или там хотя бы в баллоне тут как-то больше пуль а в италии культура вообще находится на уровне уганды имеется ввиду музыкальная культура уганды на уровне уганды в африке это было 30 лет назад еще говорили по радио а сейчас она еще хуже потому что и никто не финансировать никому не нужна и культура не опера не театр и тем более балет тут все закрыто было музей все людям даже не выходить разрешали на улицу помните они специально приучали чтобы сидели к 15 минутам городам вот сейчас потом прокалывать начали всех дураков первые дураки побежали прокалывать ну да 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 чиповады неизвестно чипованы ли они еще но они им здоровье попортили просто это сокращение населения неизвестно вообще говорят что bluetooth у них внутри в организме потому что кто-то кто умер уже люди на кладбище приходят и включает там bluetooth откуда-то фонит снизу из-под земли с одной стороны уже тела даже не гниют уже говорят у людей по многу лет потому что кормят так консервантами всякой гадостью химией и тела не не тледные стали а тут еще bluetooth из-под земли бьет у людей bluetooth да я как-то люди замечали да кто соображает стоят около супермаркета в машине что-то bluetooth включили видит выходит человек из машины до супермаркета у него на бутуте показывает лицо человека фотографию имя фамилию и отчество ну вот это чипирует их у меня вай фай так же возможно да они туда и запустили но это био нанотехнология следить за людьми следить идет значит сокращение все это дело они могут даже действовать это же еще генетика потому что дело в том что это очень такая опасная штука сейчас нет выпалить ролик как без разгиба например каплю крови даже возьмут тебя кровь зачем так много крови берут потом и плохо себя чувствуем они на эту кровь могут действовать а это же кровь моя да например или ваша и как на одну каплю крови человек человек начинает себя плохо чувствовать и и в этой капле крови там отки макрофагии от разные клетки миров макро они начинают там убивать друг друга или набирать скорости бегать на оборот они веселые когда хорошее настроение то есть на расстоянии не могут действовать через свою генетику через твои там забор там вот например материала как они брали мазки у всех да они действуют это как там же генетика они видят там группу все там видят риска хорошая нет плохая долгожители здоровье и они могут действовать там на твое здоровье на наше так это я вам я все понимаю да вот через инфа красный порт уже поймал тоже был там раз возле магазина как по bluetooth стукана через инфа красный пор представляете вот тоже свои рассказы и было инфа красный ну а то вот наши друзья то которые у которых вот это лавка то вот церковная на авиа да вы знаете же их конечно тоже переживают волну ничего покажи на что они переживаете чего а все вот это происходит все вот эта ситуация накаляет они довольны они все прокололись они сделали по три прививки сделала выходить ресторан и ездить на поездах вот потому что ну если бы не сделали понимали бы ездить и ходить вот поэтому куда они ходят они все не работают дома сидят ничего страшного только батюшка едет там и куда-то по каким путешествиям ну и что он мог бы так куда когда мог ездить все это дело прекратилось видите уже больше года все закрылось мы-то ничего не ставили вот видите вот пересидели вот гринпасс потом и переболели нам дали гринпасс но потом больше не пригодился он нам ужасно европе не то число менять документа так все верно данный паспорт и опять-то задумали непонятно что народный паспорт одна база будет поэтому и это одинаково что наш товарищ в нашей стране что в украине что здесь по всему миру в одно и то же время выходят одинаковые законы везде будет один цифровой паспорт и все будет социальный рейтинг как в китае ты хорошо себя ведешь ты получишь крестик и нолики плохо ведешь получишь одни нули и тебе нельзя будет пересекать 15-минутный город будет то есть ты должен только в своем квартале находиться зашел за границы квартала все тебе убирается уже баллы налички не будет деньги твои зарплату пенсию переведут в цифровые деньги это цифровой гулаг чипировали цифровой гулаг слушайте мне звонит человек тот который меня перевозил простите я больше не могу говорить микробарберс до свидания я позвоню перезвоню потом до свидания целую только на крючок поймал тамара здравствуйте здравствуйте валерий вы мне простите но мы уже тут гостиницы живем да я понимаю я знаю я в курсе я просто вот чё чего вы в курсе что он все позвел бы а вы же мне рассказывали что вы вещи перевозите мы сейчас кушаем и что нового да да приятного аппетита тамарочка спасибо я очень устала потому что мы сегодня я не спала всю ночь у нас сегодня утром была астрата из окутива нас сегодня выселили в квартиру мы со всеми чего данными очень устали сутки я работал не спала двое суток я понимаю я сам такой же я по поводу марина чентра вот на не надо пока мы сейчас пока в резиденции в резиденции да я понимаю ну какие там условия тамарная я же прекрасно все понимали условия что хотя бы нет никаких арабов я понимаю все нормально русскоговорящие там понятно итальянцы тоже не кричит как ни крути но я вас понимаю прекрасно все прекрасно это ясно тамара по поводу мы с вами недообщались тут тоже сейчас слышали новости да что сейчас же опять хотят прививки делать вот эти bluetooth то хотя прививки опять делают хотя я же телевизор у меня нет может быть конечно они будут делать прививки хотят опять да все эти прививки вот поэтому я вас предупреждаю чтобы вы ни в коем разе не делали я сегодня буквально общался с врачом говорит там по инфокарстову паркотик делает прививки мы не делаем прививки просто они могут потом не выпустить за границу вот и все да да нет по телевизору потому что они будут делать единый цифровой паспорт вот это вот я вообще не понимаю как так можно тамара паспорт потому что все люди тоже подчинились один раз подчинились два раза дураки у меня вот беженцы звонили да из украины говорят можно вы на их там как там относятся к ним знаете да не знаю мне чуть не до этого но я понял я прекрасно я сам сейчас верно украины могут прекрасно ехать куда-нибудь в другую часть украины до молдавию еще куда-нибудь а почему они должны ехать в италию вот правильно я про тоже такая именно в италии пусть и вот норвегию до шотландию финляндию подальше ну ладно внесутся значит тамар вы мне скажите пожалуйста вот квартира да точнее вот комнаты две в районе марина чентра нет пока не надо спасибо мне на понял ну а шо мне их пока на других людей искать или вам один ищите не надо нам не надо мы искали когда в этот момент не могли найти у меня вашего телефона нет вы у нас односторонняя связь поэтому вы извините как нету я же вам звонил что не записали какой звоните вам позвонить невозможно как этот телефон показывает конушута вот написано то есть номер неизвестен а тот второй который эстонский номер да там обрывается сразу связь говорит на эстонском языке обрывается странно это камшот пишет да у вас нет итальянского ну как я вам с какого звоню ли вам камшот почему у вас написано с конушута то есть номер закрыт не так то что написано камшот это же не значит камшот номер-то засекретен номер это нет на как нету я же звоню вам как-то камшот ладно да это мелочи а я вот сегодня общался с франческо педрине да да и он вам привет передавал давно не заходил прекратите валерий ладно не знаю никаких франческо педрине пожалуйста да это рыбак местный рыбак я сейчас не могу разговаривать мы с сыном сейчас сели ужинать как это понятно привет спасибо вам большое за беспокойство конечно салючи привет тоже передает ладно очень скучает по сыну вот мы слушаем давайте с ним на итальянском пошел же итальянец муж там я не могу говорить мне тяжело я устала всего хорошего валерия салючи хотела бы вас вернуть сказал в семью обратно да конечно хотел бы ничего страшного что вы говорите я вам серьезно сейчас говорю просто по поводу марина чендера это же была его идея салючи улажно 6 улажно я отрываю все до свидания всего хорошего по поводу трассу которые оборвались когда я ставил на церковь трассы я устала да конечно вы переехали десятью чемоданами понятно может приехать помочь вам чемодан разобрать ну вы можете помочь когда у нас не было жилья и мы не знали что делать нет а я понял ну сейчас то есть может чемодан разобрать каждое лекарство выкладывали складывали потом мусор на сердце ночью да понятно я мы не спали опять без одеял в две ночи уже да я могу одеяло привезти в другую квартиру вообще ну перевезли все мебель и ордензу в другую квартиру ааа ну я вам предлагал а вы же отказались ну всего хорошего до свидания я в церкви был сегодня не могу говорить все Я вот и упал когда оттуда, с клироса. Так я вспомнил, вот что было-то. Вы же там были тогда. Слушайте, я такого вообще не помню. Ну я с клироса упал, но мы же с вами в одном хоре были. Хватит надеваться, я не устал. Пошли со всем другим. Там он есть. Идите на Вивеньке. Пошли со Татьяной. Пошли со Татьяной. Как она свою семью все отсканировала. Это же ее была идея отсканировать всю свою семью тремя прививками. Вот эти последние дни. Какая она глупая. Вы уж простите, вы что за глупость. Я вас люблю, ценю как человека. Вы уж меня не надо. Я человек культурный, адекватный. Вы уж не надо меня с Татьянами сравнивать. У меня прививки нету, я человек серьезный. Понимаете? Просто... Ну и что вы хотите? Я не могу разговаривать, я устал. Простите. Я сам с Марина Чендрой сейчас вот нахожусь... Валера, я вас не знаю, простите, не могу с вами разговаривать. Простите. А что случилось? Давайте вам разную информацию. Из меня инвентанта уже выудили кучу информации. Зачем вам это надо? Какую информацию? Вы. А зачем? Я вас, про вас и так все знаю. Считайте какие-то доверия, какие-то мне факты заставляете, имена говорите, а я вам не верю. Вы меня простите, просто вы, наверное, мне не верите. Это понятно, потому что звоню вам. Я вас не знаю, почему должна вам верить незнакомому человеку. Я предлагаю встретиться на Марине Чендрой. Я даже не знаю, кто дал мой номер, понятно? Вы же не говорите. Не понял. Кто дал мой номер? Как это, кто дал мой номер? Татьяна мне дала, а потом еще Григорий. Общались, это самое, все вместе ж мы, я сам на Клиросе работал, помните? Упал оттуда. Да вы что же говорите, ничего не помню, такого ощущения у нас в истории не было. Сегодня с Германа вот общались, общались с Германа. По планке ходили что-то? Парафетов. Ему же получше стало, Герману. Получше стало, а я с Клироса, как упал, до сих пор. Я такого не помню вообще. Ладно, я потом как-нибудь зайду в церковь и спрошу у них там, знаете, как у Валерия. Да, вы спросите, да, да, да. Вы спросите, потому что мы, наверное... Когда это было, 20 лет назад? Сколько? Когда это было? Не понял, я визит, визит. Когда это было? Это было, да лет, наверное, 8-10 тому назад, Тамара. Сейчас больше не могу, простите, говорить, я устала, простите. Я там вот у нас, я понимаю, да я же сам такой же. Вот Марина Чентра, Ланда 6, там где католическая церковь. Помните, я тогда еще ставил колокол на тросы? Но они оторвались и бабку придавила, Лючи ее. Лючи ее придавила. Помните, это я был, там с Клироса упал. Она еще китайский там преподаватель был, украинским детям эти преподавала. Помните? Да, да. Как ты находишься? Валера Микробарбарс. Сына дайте пообщаться. Простите, Валерий, у меня тут мой сын рядом. Да, да, привет ему передавайте от Валеры Микробарбарс. Из Микробарбарса привет ему, сыну, сыну вашему. Такой уже вырос красавец прям, ух, орел прям, настоящий мужчина. Сколько людей на стриме? А? Сколько людей на стриме? Не понял. Сколько людей на стриме? Не слышно. Я по поводу Лючи, там, это, если будете приезжать, ворота автоматически, да, стоят. Если там есть какие-то у вас магниты или чипы, знаете, после прививки, то там будет пиликать, не впустится. Да. Очень, очень смешно, блин. Не понял? А кто это? Очень смешно, да. А, здравствуй, здравствуй, сынок. Как у тебя дела? Привет, от Солючи тебе. От Солючи привет, недавно виделся с ним. Молодец, вот мы с тем вместе на электростанциях были. На электростанции, блин. Да что, дядька успешный стал, вот. Даже в газете про него писали. Carrera de la Serra. Да. В 2001 году смог вывести энергобюджет города в плюс, понимаете. Вот. Ну, ничего страшного. А вы откуда вообще? Я микро-барбарс, Виталий. Микро-барбарс. Не, то есть, родом, да. Где вы родились? Где я родился? Да. В России. Микро-барбарс, сейчас живу уже 15 лет. Да, да, я там чувствую, русский акцент, чувствую. Да, да, чувствуешь, да. Прямо родной свой, да, чувствую. Ничего страшного. Да. Микро-барбарс. Ну, я сразу же понял, что вы спросили. Если что, чипироваться не надо, то там блютуз сразу будет поймать вот эту связь. Заходишь, наушники оденешь, понял, наушники. А там раз. Да, не все, да. Если чипованный будешь, то связь пропадает будет. Понял, да? Я знаю, да. Ну, что-то не переживай, ничего страшного. Есть сейчас прививки. А как сейчас называется канал? Я уже не помню. Кто, кто называется? Не понял. Вы о чем вообще говорите? Твой канал? Ну, ты же пранкер. Как называться? Кто? Будьте на язык, что такие вещи. Я все-таки верующий человек. Значит так, Марина Чентра. Как ты нашел вообще номер? Ланда 6. Ланда 6, подъезжай. Где ты нашел это все? Кто нашел? Ланда 6, я сейчас здесь подъезжаю. Марина Чентра. Хочу. Две комнаты по 250. Две комнаты. Две комнаты, да. По 250, Тамара. Да. Да не надо. Спасибо. Я понял, Ланенька. Тогда я уж прошу прощения за беспокойство. Да, уж вы отдыхание. Добрых вам снов. Все, обнимаю вас, народники мои. Ну, Ланенька, до свидания. Да, Валера. Да, Валера. До свидания, Тамара. Ты что в воскресе говорил? Воистину воскресе. До свидания. А то тут нельзя орать, мы в резиденции, давай. Я ничего страшного. Ну, до свидания, Тамара. Кто нас выгонит пока? Ну, я знаю. Ну, у меня есть еще две комнаты. Ночью. До свидания. Нельзя, Валера, после 11 разговаривать. Ну, в резиденции. А я понимаю. Просто у меня две комнатки, вы имеете ввиду, набирать. Ага. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Не надо никакой прививки, не вздумайте делать. До свидания. Пришел хозяин. А, я знаю, я тебе всё до свидания. Дам-дам-дам-дам Ну, может, потом позвонить, сказали, что я есть отец, солючит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хая. Это б��´дь! Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам... Продолжение следует...